Здравствуйте, дорогие телезрители! Я искренне рада новой встрече с вами, тем более, что сегодня нам предстоит очень много чего интересного посмотреть и о многом интересном поговорить. У нас есть возможность побывать на самой последней премьере Большого театра России. Одна из, то что раньше называли, императорских сцен, одна из двух великих оперных трупп нашей страны, вторая, конечно, Мариинский театр, о нем еще речь впереди. И весь сезон интриговала публику, обещая две интересных постановки классических русских опер. Забегая вперед, скажу, что и с Евгением Онегиным Чайковского в постановке Дмитрия Чернякова с одной из объявленных премьер мы тоже встретимся и тоже познакомимся. Сейчас речь пойдет о той высокой ноте, на которой завершился сезон 2006-2007 года. Это постановка оперы Мусоргского Борис Годунов великим, наверное, этого слова не надо бояться, кинорежиссером Александром Сокуровым. Для каждого из нас Александр Сокуров разный. У каждого из нас есть свой Сокуров. Кто-то знает хорошо и помнит его «Одинокий голос человека». Кто-то с интересом смотрел необычный фильм «Русский ковчег», снятый в залах Эрмитажа. Кто-то знает его трилогию, посвященную людям, стоявшим у власти. И когда готовился к постановке Борис Годунов, то основная тональность в прессе была примерно такая. Ну, очевидно, Сокурова снова будет интересовать человек и трон, человек и власть. Вот эти проблемы. А интрига уже завязывалась вокруг того, что Александр Николаевич полностью отрицал это и говорил, что его первый оперный опыт, а это было действительно его первой работой в театре, первой работой в оперном театре, будет разговором о людях. И Сокуров парадоксально, удивляя всех ждущих этой премьеры, говорил, что это будет спектакль о счастливых людях. А кто же там счастлив в Борисе Годунове, в Пушкинском и Борисе Годунове-Мусоргского? Вот об этом сегодня и будет наш разговор. Наверное, некоторые из вас уже видели этот спектакль целиком и полностью на своих телевизионных экранах, показанный телеканалом «Культура». Но сегодня у нас будет еще одна возможность подробно всмотреться в сцены и послушать, что говорят о своем детище его постановщики. Я ничего нового не хочу внести. Я пытаюсь создать произведение, которое может просто стать небольшим звеном культурной цепи русской традиции классической оперы. Никаких нововведений внешних в этой опере не будет, и я не могу себе этого позволить. И в силу того, что я только начинаю работать в этом жанре, не знаю, буду ли я когда-нибудь работать, не связываю свою жизнь с будущей, с оперой. И в силу того, что просто существует некая обязанность моя, как режиссера, перед теми, кто до меня создавал в оперном жанре большие-большие произведения. Я отношусь к опыту режиссерскому и к опыту музыкальному русской оперы с огромным уважением. Я ничего не отрицаю. Я ничего не отрицаю. А кроме самого Сокурова подобралась очень интересная постановочная группа. Начнем с художника-постановщика Юрий Купер, наш соотечественник, достаточно долго уже живущий за рубежом, и один из тех, в принципе, немногих русских художников, советских бывших художников, кто сделал себе за рубежом и вообще во всем мире очень серьезное, очень солидное имя. Я сказала художник, хотя у Юрия Купера очень много разных сфер приложения его таланта. Это, конечно, станковая живопись, это театр, декорации театральные. Кроме всего прочего, он еще и драматург, одна из его пьес. Если я не ошибаюсь, одна в прямом смысле слова, единственная была поставлена на русской сцене. Он еще и автор каких-то дизайнерских вещей и вообще очень интересный, очень красивый, серьезный, увлеченный своим делом человек. Когда он был приглашен на постановку с Сокуровым в Большой театр, то принял это приглашение, конечно же, с большим удовольствием. Ну, основная идея моей работы заключалась в том, что я работаю с удивительным режиссером, с Александром Сокуровым, поэтому концепция современных оформлений оперных и театральных нам не подходила. То есть мы не собирались все это делать на вокзале или спортивном зале. Надо было сделать то, что называется традиционное решение, которое заключается в том, что мы практически пользуемся всеми местами действия, которые прописаны в либретто. Мы обратились к мягким занавесам, которыми пользовались и наши деды, и прадеды, но только сделали их совсем иначе, то есть с абсолютной иллюзорностью и географической, завораживающей такой точностью. И все это похоже на создание таких археологических гобеленов, которые уже где-то с потерями, где-то, где уже частично и цвет исчез. Но я надеюсь и думаю, что нам это частично удалось. Очень яркая, незаурядная личность, художник по костюмам, Павел Коплевич. Вы, может быть, это имя встречали и в титрах кинофильмов, и в программах театральных спектаклей. Ну, например, «Горе от ума», поставленное Олегом Меншиковым в его творческой лаборатории, было оформлено, кстати, там не только костюмы, но и декорации были сделаны Павлем Коплевичем. «Черно-белый спектакль» был придуман изначально. И было трудно баланс вот этот вот между сиянием, серебрением, вот этим выполнением. Но потом в какой-то момент вдруг мы решили все-таки сделать цветное внедрение. Это вот то, что особенности касается. Ну и то, что для этого спектакля было сделано почти 12 тысяч метров тканей, которые делали мы своими руками. Вы увидите эти ткани, так называемые пророщенные. Это потрясающие мастерские Большого театра, и не только Большого, которые принимали в изготовлении этих костюмов и этих декораций. Например, на костюмах с момента изготовления тканей до момента пришивания камней уже окончательно, над каждым костюмом работало более ста человек, а вообще более двух тысяч человек работало на этом спектакле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Человек, он во всех смыслах слова, театральный. Вообще говоря, у него художественного образования, образования художника, как такового нет, но зато есть образование театрального актера. А, кстати, я играл Бориса Годунова, когда был артистом в театре юных зрителей в Санкт-Петербурге. До того музыку хорошо не знал, но про Шаляпина очень любил читать всегда. Я очень любил Галлина. И очень любил Сакурова. А так получилось, что все тут как-то соединилось. Я сейчас продолжаю по Шаляпине читать, мне кажется, что все равно я читаю как-то про Бориса Годунова. Степень нашего ожидания, зрительского ожидания была, ну, просто невероятно велика. Ну, как же, Большой театр и сам Александр Сокуров. И эта ситуация очень опасная, очень тревожная, потому что само ожидание, вот этот перегрев ожидания, а ждать пришлось долго, весь сезон, поскольку только в конце апреля была опера представлена публике, оно как-то привело, может быть, даже к какой-то появлению завышенной планки. И наши ожидания не вполне сбылись, хотя, конечно же, как правильно сказал Александр Сергеевич Пушкин, художника надо судить по тем законам, которые сам он над собой и поставил. И парадоксально, чего-то нового и достаточно авангардного, может быть, часть публики ждала от режиссера Сокурова. А чего дождалась и какие задачи вот именно он перед собой ставил, вот это было услышать иногда некоторым достаточно удивительно. Оказалось, что не о какой новации, а только о верности традициям и о своеобразном чувстве ответственности перед теми поколениями и поколениями предшествующими художников, постановщиков и режиссеров, которые обращались к Борису. Так вот, об этой ответственности своего рода даже преклонений перед традициями говорил Сокуров во всех своих интервью. Я как-то даже не очень вижу место режиссера в этой работе, потому что музыкальный материал настолько сложный и настолько разработанный и пропущенный через чутье интуицию такого количества мастеров, что дай бог докопаться до того, что есть у нас в нотном материале в нашем. Дай бог докопаться до этого. Ожидание премьеры подогревалось еще и тем, что какой-то вокруг всего этого прямо-таки складывался источниковедческий детектив. Прошу прощения за придуманные такой пару слов. Сам Мусоргский семь раз ставил точку в партитуре Бориса Годунова, семь раз говорил себе и всем, что опера закончена, и в принципе Борис Годунов Мусоргского это не одно единственное произведение, а как говорит выдающийся российский музыковед, источниковед, и как раз человек, готовивший к премьере всякого рода партитурные изыскания по рукописям Евгения Левашов, нет одного Бориса. Есть семь разных произведений, семь разных прикосновений Мусоргского к судьбе великого литературного персонажа. Некоторые обстоятельства, заставлявшие композитора менять свои редакции, менять версии, были внешними. Цензура императорских театров, не пропускавшая на сцену оперу по каким-то идеологическим, так скажем, соображениям. Цензура церковная, поскольку там есть же сцены в монашеской келье. Пимен, летописец, монах Григорий, который потом стал тем самым Лжедимитрием, претендующим на русских престол. Тут церковная цензура, и нельзя было упоминать определенные слова библейские, и нельзя было лишний раз перекреститься на сцене. В общем, было много всякого рода препонов. Но были обстоятельства, и внутренние. Сам Мусоргский выбирал, на чем акцент поставить. Сделать ли, как в одной из версий, этот спектакль, эту оперу, трагедии личности, трагедии человека, который всеми фибрами своей души стремится к власти, достигает этого, а потом обнаруживает, что счастье это не приносит. И самое главное, что как бы он ни старался, а реальный Борис Годунов действительно очень много делал, ну, на его царствование выпали страшные годы. И голод, ему пришлось открывать государственные запасы, попытаться накормить народ. В общем, он старался изо всех сил, чтобы быть хорошим царем, а его не любили. Его не любили, и всякого рода упреки так и сыпались в его адрес. Это один из вариантов оперы Мусоргского. КОНЕЦ Второй вариант. И, кстати говоря, вот такие версии, такие редакции ставились чаще всего в советское время, потому что в них, ну, в самой опере это не присутствует. Но постановщики, советские режиссеры, дирижеры, они это как бы педалировали, выпячивали. Все время начинал вылезать на первый план такой вот вульгарный социологизм. Народ. Вот он, главная движущая сила истории, хотя если слушаться музыку Мусоргского, то поймешь, что отнюдь не со знаком плюс там все народные образы и все народные сцены. Версии И разные Борисов-Годуновых отличаются, ну, самые бросающиеся в глаза отличия, например, даже финалом. В каких-то случаях заканчивается опера знаменитой сценой под Кромами, подмосковный городок, куда подошел со своими войсками Лжедимитрий, и вот-вот он уже возьмет Москву при поддержке поляков. Тогда это народная драма. А другие версии оперы у Мусоргского заканчиваются смертью Бориса прямо на царском троне, смертью Бориса и его полным крахом, трагедией личности. Вот совершенно получается разное все. Разные варианты самого композитора – это еще не все. Дело в том, что Мусоргский, как и многие его друзья-соратники по творческому объединению «Могучая кучка», были так называемыми гениальными дилетантами. То есть у них были свои основные профессии, никто из них, да и не существовало еще пока тогда учебных заведений в России, консерватории, например, никто из них не получил профессионального музыкального образования. Например, начинал Модест Петрович Мусоргский в школе гвардейских подпрапорщиков. И одно из первых его сочинений – это фортепианная полька подпрапорщик. И вот как с такой стартовой позиции добраться до вершин, таких как Борис Годунов и Хованщина, надо иметь очень незаурядный талант. Талант – да, но, как уверяли многие его коллеги, мастерства настоящего ремесла в руках, в частности, ремесла оркестровщика, то есть человека, который пишет музыку для огромного оркестра, а не просто в клавире. Может быть, кто-то уверял, что у Мусоргского не хватило. Поэтому, когда композитор скончался, то из самых лучших побуждений Николай Андреевич Римский-Корсаков, а уж тот-то был очень мастеровитым инструментовщиком, вот он взялся переоркестровать, переделать партитуру Бориса Годунова. Потом за это же, в принципе, очень неблагодарное дело, которое, казалось бы, открывает опере путь на сцену, потому что, ну, как бы немножко лучше, понятнее, привычнее становится партитура. А, с другой стороны, удаляет нас от исходного авторского замысла. Так вот, за это неблагодарное дело брались еще несколько человек. И так, кроме семи редакций автора, существует еще несколько оркестровых редакций. И вот вокруг этого-то, в прессе, тоже это обсуждалось очень широко перед премьерой Большого театра, вот все и вертелось. В основном на пресс-конференции журналисты все время спрашивали, а почему вы остановились на этой редакции, спрашивали у музыковеда Левашова, у творческой группы. Приходилось долго объяснять, но, на мой взгляд, это вопрос не такой уж принципиальный. Ну, остановились и остановились на авторской оркестровой редакции и на той фабульной редакции, которая заканчивается смертью Бориса, а не народной сценой. Музыковед и консультант постановки Евгений Левашов очень правильно говорил о том, что, вообще-то говоря, русская опера, русская оперная классика на мировых сценах представлена не очень, чтобы широко. Но есть компенсация. Очень много Борисов-Годуновых. Вот к этой опере, которая для многих во всем мире является символом русской оперной культуры, не так, как для нас. На мой взгляд, вот русские воспринимают самой русской из русских опер Евгения Онегина. Может быть, я ошибаюсь, но вот у меня такое впечатление. А для всего мира скорее Борис-Годунов. Его ставили очень много на разных сценах. И в авангардных постановках, и в постановках традиционных, в таких, знаете, пышно-парадных, очень богатых, когда вот все, что русским считается во всем мире, иконы, богатые одежды, меха и так далее, вот все должно было в постановке присутствовать. Эти традиции на сцене Большого театра хранила предшествующая постановка режиссер Боратов, художник Федоровский. 1948 год. Вот в каком году был этот вариант поставлен. Потом возобновлен, чуть-чуть освежен в 2006. Но, вот интересный факт, в репертуаре, в афише Большого театра, так и будут существовать два Бориса, как уверяет руководство театра. Та старая постановка Боратова-Федоровского, она рассчитана на большую сцену, возможно, после реконструкции, реставрации, и вновь откроется Большой театр этим старым Борисом. А новая постановка рассчитана на новую сцену, чуть более компактную, но зато начиненную всякого рода уже современными техническими средствами. И в известном смысле, может быть, некоторым из публики, людям, показалось, что сокуровская постановка и участие в ней Купера и Каплевича – это, ну, несколько только поновленные декорации, хотя они совершенно в другом стиле, но в том же, в самом, в том же традиционном ключе. ПЕСНЯ 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 И мы очень благодарны. Я, например, лично для себя многое открыла и поняла, что в будущем я буду пользоваться этим приемом на все стороны. И мы очень благодарны. И мы очень благодарны. И любой другой Борис обязательно должен помнить, что до него это уже сделал и сделал на непревзойденном уровне великий русский певец. А, например, Козловский, который пел Юродивого, тоже совершенно незабываемая роль. Или очень интересный был один человек в Большом театре, и он участвовал в постановке Бориса, пел Пимена, старого монаха-летописца. Это был Максим Дормидонтович Михайлов, бас, который вообще в искусство, в музыкальное искусство и в Большой театр пришел уже чуть ли не после 40 лет. А до этого пел в церковном хоре. И вот, на мой взгляд, когда он пел Пимена в старых постановках, то он все помнил, он все знал. Ему ничего не надо было придумывать ни в манере поведения человека воцерковленного, ни в манере пения. И, может быть, некоторые, ну, так сказать, генеральская выправка и светская походка современных Пименов немножечко заставляет посетовать на то, что они не совсем точно попадают в образ. Песня «Благослови тебя, честной Отец! Благослови тебя, Поец! И днесь, и мира, и победы!» Песня «Благослови тебя, Песня «Благослови тебя» Одна из еще очень широко обсуждающихся тем в преддверии, показа спектакля была вот какой. Есть среди действующих лиц маленький царевич Феодор, сын Бориса Годунова. Его потом очень печальная судьба ждала. Не буду сейчас вдаваться в исторические подробности. В общем, как дети говорят в сказках, в общем, все умерли. Работая над спектаклем, Сокуров очень много рассказывал о семье Годуновых, не литературных персонажей, о исторических Годуновых, о трагедии этой семьи. И я думаю, что такого рода исторические экскурсы, историко-психологические экскурсы в семью Годуновых, они заставили многих исполнителей по-другому совершенно смотреть на судьбы своих персонажей. Так вот, царевич Феодор. Партия эта написана мусоргским для низкого женского голоса. Это оперный стандарт. Мы с вами находимся в оперном поле. И довольно часто есть повод немножко посетовать на некоторые оперные штампы, которые уж совсем с жизнью расходятся. В частности, на то, что партии мальчиков в опере поют иногда вполне солидные комплекции Матроны, поскольку низкие голоса женские зачастую и определенный тип фигуры подразумевают. Судьба сына для Бориса гораздо более значима, чем может показаться. И, кроме того, пронзительность чувств и пронзительность эмоций, к чему я стремлюсь в этой опере, что, наверное, не всегда получается, требует, чтобы прозвучал детский голос. Это какая-то особая интонация возникает сразу. Когда через эмоцию, через какое-то духовное качество ребёнка и способности ребёнка мы оказываемся в состоянии понять очень-очень большие-большие человеческие чувства. Так вот, Александр Сокуров решил, что так в его реалистической вполне, психологически точной постановке быть не может и не должно. И он пригласил на партию царевича Фёдорова мальчика. Это было несколько исполнителей. Режиссёр долго выбирал, кто из них будет петь премьеру, кто из них будет петь в телевизионном показе, в версии спектакля. Голос мальчишеский, какой бы он ни был наученный, чистый, технически подвижный. А партия у царевича Фёдора весьма нелёгкая. Да, кроме всего прочего, в избранной редакции сцена в телеме, в которой участвует царевич, она очень большая. Там много новых страниц, которые мы просто раньше не слышали в старых постановках. Петь там надо очень много. И такой получается компромиссный вариант. Все поют обычно, подают оперный звук в зрительный зал, а у царевича Фёдора радиомикрофончик, потому что иначе его голос не пробьётся сквозь это огромное пространство. Другого качества совершенно певческий голос. Очевидно, психологически понять режиссёра можно. Но у вас есть самостоятельная возможность убедиться в том, как сложно вписывается этот мальчишеский голос в ансамбль голосов взрослых. ПЕСНЯ В нашем мире бытование искусства во многом, ну не знаю, это надо оценивать со знаком плюс или со знаком минус, но во многом подчинено законам рынка. И в некоторых проектах, в частности в некоторых проектах самого Александра Николаевича Сокурова, есть то, что называется английскими терминами предпродакшн и постпродакшн. Вот предпродакшн перед тем, как показать, перед тем, как продукт появится для всего общего обозрения, была как раз та самая большая компания в прессе, компания ожиданий, обсуждения того, какая будет выбрана редакция, кто приглашён в качестве постановщиков, кто участвует в главных партиях. А это были очень яркие певцы, правда, не вполне может быть совпадающие по возрасту, по психологическим своим возможностям с персонажами. Но я уже говорила о том, как трудно соперничать с воспоминаниями о Шаляпине. Предположим, замечательному певцу Михаилу Казакову, который является одним из исполнителей Годунова в новой постановке. Певец молодой, ну, в принципе, уже достаточно опытный, и даже лауреат конкурса имени Чайковского. И из его уст красивая музыка льётся. А вот наш телевизионный крупный план, когда помогает нам присмотреться к выражению его лица, вот, может быть, отсюда и родятся некоторые упрёки к Казакову как актёру. Но не исключаю, что это генеральные репетиции, первые прогоны. Мы с вами присутствуем на пресс-показе, ещё даже без публики. А потом опера, как правило, набирает какие-то обороты. Кстати, Казаков поёт и в старой постановке Боратова-Федоровского. Так что он пробует себя в роли Бориса в совершенно разных режиссёрских трактовках. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 А вот то, что называется постпродакшн, тут сама жизнь так распорядилась, необычно, что даже это какое-то вот такое игривое слово, может быть, покажется кому-то режущим слух и неудачным. Я уже говорила о том, что Сокуров категорически не хотел признавать за своей постановкой каких-то политических подтекстов. Но тут вмешалась жизнь. Наша сегодняшняя передача называется «Царь Борис». И это ведь не только Борис Годунов. Вспомните, как часто пресса называла царем Борисом Бориса Николаевича Ельцина. И так получилось, что вот только прошли предпремьерные показы, и скончался Борис Николаевич Ельцин. И еще одно такое трагическое совпадение. Премьерный день совпал с днем похорон первого президента России. Театр, кстати, очень долго сомневался и долго мучился отменить совсем премьеру, перенести ее на другой день. Но избрали компромиссный вариант. Это же все-таки не комедия, не какой-то там игривый балет, предположим. То есть произведение такого драматургического уровня и трагедийного накала, в общем-то, можно показывать в столь тяжелые дни. И просто эта премьера была посвящена памяти Бориса Ельцина. И вот тут, не решаюсь предугадать, какова была реакция Сокурова, но думаю, что был у него повод горевать. Вся пресса уже после смерти Ельцина, пресса, которая реагировала на спектакль Большого театра, вся просто затрубила в одни и те же трубы. Сокуров анализирует природу власти. Вот спектакль посвящен памяти Бориса Николаевича Ельцина. И уже робкий голос самого режиссера, который протестовал против этого политического разворота своей постановки, он совершенно уже потерялся в общем хоре голосов. Таким образом, сама жизнь вмешалась в ситуацию, и у Сокурова получилось то, что получилось при участии еще и окружающей действительности, при участии окружающей жизни. Вот, наверное, все, что я хотела вам сегодня сказать. Хотя некоторые мысли я еще оставила при себе, возможно, мы еще к ним вернемся. Такой была последняя премьера Большого театра в прошедшем сезоне. Премьера очень значительная, очень интересная. А возвращаясь к проблемам оперного жанра в целом, я хочу сказать о том, чем она интересна. Именно возвышением фигуры режиссера в современном музыкальном театре, приглашением в стены Большого, такой знаковой фигурой, как Александр Сокуров. Желаю вам встреч с музыкой. Желаю вам новых встреч в нашем цикле. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok